Жить в Кальном мечтают многие, ведь именно тут построены уникальные для Рязани живые комплексы с удивительными видами – на Кремль и на заливные луга. Все преимущества района, однако, затмевает один немаловажный фактор. Сегодня плотность застройки такова, что он может вполне претендовать на звание самого густонаселенного района Рязани. Те, кто покупал здесь жилье 10-15 лет назад, были счастливыми обладателями всех вышеперечисленных бонусов. Но что получили жители Кальнова сейчас? Лет 7 назад мы купили здесь квартиру с моим бывшим мужем, и, соответственно, у меня была мечта, что мои дети, у меня их трое, пойдут спокойно в садик, в школу. Но, к сожалению, все это рухнуло по причине того, что наш район – это сплошные дома, асфальт, отсутствие парковой зоны от слова совсем. У нас всего три садика на сегодняшний день, и я даже, например, как льготница в свое время не могла отправить своих детей, имея льготу. То же самое касается и школ. В жертву новым многоэтажкам застройщики принесли многое. Детские площадки, зеленые зоны, парковочные места и другие неотъемлемые составляющие комфортной среды. Вот смотрите, какие детские площадки остались, какие парковочные места остались. Когда-то вот планировали этот дом строить, вот эти два подъезда даже в проекте не было. Застройщик самовольно согласовал с архитектурой, построили еще два подъезда, отняли парковочные места, отняли детские площадки. Не особенно считаются застройщики и с другими важными моментами. Перегруз коммуникаций, по мнению жителей, приводит к сбоям в системах, а бездумное изменение ландшафта несет непоправимые последствия. Раньше вода сходила по этому оврагу. Уже второй год в подъездах стоит в подвалах вода. Овраг засыпают. Здесь ручей быстрец был. Сходила вода со всего города. Сейчас заваливают. Вода стоит у нас в подвалах. Канализация, которая действительно у нас очень часто забивается в последнее время из-за того, что ее возможно то ли не хватает, то ли нужна дополнительная канализация для нашего микрорайона. Также у нас электроэнергии, постоянно отключения идут, особенно ночью. Для развития наших детей спортивных площадок у нас тоже нет. Но это не останавливает строителей. Местные опасаются, что вскоре здесь вырастет еще один высотный дом. Были замеры земли. Пытались свои убивать. Дорогу уже проложили. Вот здесь, между домами по улице Быстрецкая, 20 корпус 2 и 18 корпус 1. Остался чуть ли не последний свободный участок. Сейчас это дикие заросли для жителей, как оазис в пустыне. Детям просто покататься на самокате, на велосипеде, просто негде. Во дворе сплошные машины. Это опасно для движения, для детей и для автомобилистов. Для нас эта зеленая зона – это единственный клочок зеленый, который вообще в кольном существует. Больше его вообще нет. Хоть это заброшенная территория, но она заросла, вот сейчас и стала зелененькой. И нас уже это радует. Если здесь построят дом, то мы лишимся вообще даже маленького клочка зеленого в кольном вообще. Власти в соцсетях активно нам отвечают на наши послания, что у нас есть Александровский парк. Но к этому Александровскому парку аллеи также можно успешно добавить лесопарк, Солочин. Всего лишь 30 минут на автобусе, и ты там. Но в шаговой доступности для семей, у которых нет автомобиля, это просто физически недоступно. Люди до последнего надеялись, что когда-то здесь появится парк. Но сегодня эта надежда угасает. Здесь планируют именно точечную застройку, никакое развитие застроенных территорий, еще чего-то нельзя подвести. Потому что, ну посмотрите, это клочок небольшой земли возле, соответственно, существующих домов. Но вот, к сожалению, доносить эту позицию довольно тяжело. Я надеюсь, что жителям удастся этого добиться. Есть прецедент на улице Стройково, когда люди добились того, что вот так во дворе у них тоже начали стройку. Люди вышли, не просто пообщаться с прессой, люди вышли и не пустили строительную технику. Будут нарушены и СанПИН нормы противопожарной безопасности, также озеленение зеленой зоны, слишком близкой застройки друг к другу дома. По сторонам посмотрите, сколько, как паркуется машина, вот там припарковать негде. Жители ознакомились с правовыми нормами, закон на их стороне. Очередная стройка нарушит ряд нормативов. Жильцы близлежащих домов уверены, что территория не соответствует критериям СанПИН и СНИП, регламентирующим застройку района. Поэтому сегодня они активно собирают подписи за пересмотр зонирования участка и в поддержку организации сквера. Спасибо. Спасибо.